Это проект Смотри Хабаровск в студии Надежды Выходцева. И как всегда самой важной темой мы говорим про нестабильную поводковую ситуацию на Амуре. Сейчас на территории Хабаровского края почти не осталось подтопленных домов и приусадебных участков. Идет спад уровней реки, но ожидается новый подъем в начале июня. Что происходит с рекой Амур? Будет ли наводнение или нет? Ответы на эти вопросы мы будем искать вместе с моим гостем в студии Алексей Махинов, главный научный сотрудник ИВЭП Хабаровского федерального исследовательского центра ДВО РАН. Добрый вам день. Добрый день. Итак, скажите, пожалуйста, что сейчас действительно происходит с рекой? Вдруг неожиданно был весенний подъем реки, который мы с вами объясняли, с ходом снега, еще каким-то растаянием. И вдруг у нас летний подъем. Это вообще для Амура нормально? Ну в этом нет ничего необычного вообще-то, потому что... Серьезно, у него же августовские вроде бы как разливы традиционно. Это так, но дело в том, что Амур сильно изменяется, и его водный режим в течение года, и каждый год не похож на другой. Дело в том, что мы объясняли это тем, что, скажем, в этом году зимой были высокие уровни воды, потом довольно быстрое таяние снега, и это привело к такому небольшому половодию, который ежегодно также наблюдается на Амуре, но она не бывает обычно слабо выражена. Но когда это половодие сопровождается дождями, как случилось в этом году, то, естественно, уровень повышается довольно заметно. И это всегда, это практически каждый год происходит. И в этом году всё это идёт на фоне высокой воды, которая осталась ещё с той осени, плюс ГЭС в течение всей зимы сбрасывали, достаточно большое количество воды. Поэтому уровень такой высокий поддерживался. Снежное таяние добавило эту воду, поэтому мы наблюдаем в этом году такие высокие уровни воды в начале вот этого лета и весной. Вот мы это и видим. Что дальше будет? Это уже совсем другой вопрос и другая ситуация. Объясню вам свою тревогу, потому что в 2013 году я начала делать свой самый грандиозный проект «Успехи на грядках». И я очень сильно радовалась, что у нас не очень высокая температура, идут время от времени осадки. Я могу делать хорошие проекты, и это продолжалось достаточно долго. Мы хорошо сделали этот проект, у нас были хорошие отзывы рекламодателей, они распродали свой склад, закупили новый. Ну, был широкий рейтинг, мы делали, что называется, федеральные каналы. Но в конце сезона, знаете ли, было очень тревожно, особенно когда кот потерялся при 6 метрах, а потом в 8.08 вдруг неожиданно. Как вот это течение нынешнего половодия и нынешней высокой воды и дождей сопоставимо ли они с 2013 года? Ну, тут ситуация такая, что всё-таки практически ежегодно на море всегда наблюдаются так называемые летние межи. Это низкие уровни воды после высоких весенних вод. Вот в 2013 году уровень воды примерно в это время, в конце мая, в начале июня, они превышали 4 метра. А сейчас мы наблюдаем менее 4 метров отметку. Это уже говорит о том, что мы будем не 8 метров наблюдать. Да, мы идём несколько ниже того графика. А надо сказать, что в 2013 году перед наводнением, перед тем, как оно началось, уровень воды в Амуре упал до 2,5 метров. И это вот была та межень, она достаточно высокая для Амура. В этом году какая межень будет, мы не знаем, но она всё равно будет. Она бывает обычно в конце июня, в начале июля, потому что всё-таки в начале летнего сезона не так активны циклоны. Они не приносят, несмотря на то, что они бывают дожди, они не приносят большого количества осадков. И мы наблюдаем такой спад уровней. Но после этого начинается сезон, то, что мы говорим, влияние муссона. И тогда начинаются сюда приходить постоянно циклоны, тайфуны. Один на другой накладывается. Которые приносят такое большое количество осадков, и мы ждём тогда большое наводнение. Поэтому пока мы идём по графику даже, может быть, чуть меньшего, чем в 2013 году. Но всё будет зависеть от того, что произойдёт от этой межени. Но даже большая межень, она не гарантирует отсутствие или наличие больших наводнений. Вот смотрите, в 2020 году, в прошлом году, уровни воды перед тем, как случилось наводнение в конце июля, они были чуть больше полуметра. То есть так низко амур упал, но это не спасло от большого наводнения, которое было в прошлом году. Замечательно. Хорошо, скажите, на таком случае, пожалуйста, если мы говорим, что 2013 год не случится, может быть, вот эти дожди, которые сейчас идут, и вот там подтоплено даже чуть-чуть несколько Хабаровской набережной, например, сейчас, да, хотя уровень падает. С чем это вызвано? Это вызвано ли тем, что у нас есть благодаря ГЭС несколько внутренних морей, как я это так называю? Насколько они влияют как раз на состояние климата и на осадки, на количество осадков? Увеличилось, уменьшилось? Водохранилища, которые у нас созданы на Зее, на Бурее, это очень крупные водохранилища. Они, вот то, что мы их называем нашими внутренними морями, они действительно похожи на море, потому что, находясь в центре этих водохранилищ, можно не увидеть берегов. Настолько они большие и большое количество водесодержки. Но на климат они практически не влияют, поскольку бассейн Амура несоизмеримо намного больше, чем водная акватория этих водохранилищ. Поэтому тут говорить о том, что влияние какое-то есть, совершенно неверно. Но они влияют на узенькую полоску вокруг берегов водохранилища, потому что зимой, весной, вернее, во время таяния льда, они охлаждают вот это пространство, а осенью, наоборот, отепляют. Так что мы эту картину видим на небольших таких участках. А что касается влияния на водный режим Амура, то их заметно существенное влияние. Особенно они создавались для того, чтобы решать две задачи. Одна задача – это получение электроэнергии, это очень важная задача, которая нужна для региона. И вторая задача – это спасение от максимальных больших поводков. И они эту задачу решают, но решают её не в полной мере, потому что к концу лета надо набрать полное количество воды в водохранилище. А сколько будет досадков, сколько будет дождей, сейчас трудно будет летом предсказать. И поэтому, как правило, к концу лета набирают водохранилище под самый верхний уровень, который возможен. А если в это время приходят большие тайфуны, циклоны, и они приносят большое количество осадков, то эта вода уже не помещается в водохранилищах, её приходится сбрасывать в реки. Но всё равно то, что поступает в водохранилище, всё равно какую-то часть ещё можно накопить. И поэтому сбрасывают меньше, чем могло бы пройти по реке, если бы этих водохранилищ не было. Так что явно положительная роль в водохранилище существует. Но мы говорим о наших водохранилищах, Назе и Бурье, существуют и другие водохранилища в Китае. Там тоже достаточно большие реки и большие водохранилища, ненамного сильно уступающие нашим российским. И кроме того, там огромное количество прудов, небольших водоёмов для полива. И вот эти-то как раз в сумме, они создают большое пространство площадное. И наоборот, они очень много воды испаряют, учитывая климат. И если существует на Амуре период пониженной водности, когда не бывает больших паводков, то это чревато тем, что они, наоборот, забирают много воды, испаряют её в атмосферу. И на Амуре ещё сильнее будет недостаток воды. И мы будем тогда говорить, ах, куда же Амур делся, почему так мало воды. И такой период наступит. И наступит вот как раз о таком периоде. У Амура есть примерно 10 лет полной воды, и есть, грубо говоря, когда Амур сухой. И мы помним о том, что был 13-й год, и ещё, по-моему, 12-й тоже была достаточно высокая вода, ну, не такая катастрофичная. И говорили о том, что 10 лет вот закончится, 22-й, 23-й. Мы с вами сейчас живём в 22-м, 23-м. И вы в прошлом интервью мне сказали о том, что 25-й, в связи с чем такие подвижки. Мы не можем точно определить границы вот этих периодов высокой или низкой водности. Мы это делаем по аналогии с тем, что было раньше. Вот на Амуре обычно периоды высокой водности, они охватывают время в 13-15 лет. Но в отдельные периоды и до 17 лет. Поэтому, если в 2009 году начался период высокой водности, то мы можем говорить о том, что он может продолжиться до 25-го года. Это не значит, что он действительно будет до 25-го года. Может быть, он закончится несколько раньше. А может быть, даже и на один год-два продлится. Ну, в целом, мы так предполагаем, по аналогии вот с тем периодом наблюдения, который существует на Амуре, считаем, что он может продлиться до 25-го года. Лучше все-таки понадеяться на ситуацию, что даже не понадеяться, а посчитать, что эта ситуация может быть опасной достаточно для населения и экономики в связи с наводнениями, потому что лучше до 25-го года. Но нет никаких гарантий и того, что после 25-го года все будет нормально. В период низкой водности тоже, возможно, отдельные какие-то неожиданные всплески, когда может произойти сочетание нескольких неблагоприятных факторов, неблагоприятных для людей, когда прорвутся несколько циклонов друг за другом, и уже на смоченную поверхность осадки выпадут, и тогда тоже может привести к каким-то большим наводнениям. Ну, пусть не таким, как были в 2020 или в 2019 году, но они могут быть. Поэтому все равно, живя на Амуре, надо быть постоянно готовым к тому, что здесь могут произойти катаклизмы, связанные с наводнениями. Я не хочу сказать, что это только на Амуре большая проблема. Она касается многих других рек, наших рек, которые впадают в Амур. Может быть, такая ситуация, что на Амуре вообще никаких наводнений не будет, а на Бере, на Хару, на других наших притоках настолько может большое наводнение быть, так называемое локальное наводнение, в бассейне части только бассейна Амура, и оно может тоже навредить населению. А с чем это может быть вызвано в таком случае? А это может быть вызвано только с тем, что бассейн уже такой реки подготовлен к тому, чтобы там было наводнение. То есть прошел циклон, вода еще не успела вся сойти. Обычно это горные реки, она достаточно быстро сходит, в реки поступает с площади бассейна. Но может это не успеть, пришел очень интенсивный, очень интенсивный ливень, который у нас время от времени случается. И тогда вся вода быстро сбрасывается, она фактически нисколько в бассейне не задерживается. Она вся сбрасывается, и это может вызвать такие большинные наводнения. Помните, Арсеньев описывал такие случаи, когда они где-то остановились биваком на речке, и там за ночь вода поднялась так, что затопилось все вокруг. Такие случаи у нас бывают даже на небольших реках, таких, которые впадают в Татарский пролив. Были же случаи, когда в городе Советская гавань, в Ванино, маленькие речушки, которые люди незаметно переходят пешком, перешагивая через них, вдруг поднимаются до такого уровня, что там возникают мощнейшие потоки, которые сносят машины, ломают мосты и выносят в море огромное количество песка и больших камней. Такие явления бывают. Это так называемое локальное наводнение, и вот живя на Дальнем Востоке, тоже и к ним надо быть готовым и не быть спокойным. Если на море нет наводнения, ну и как будто бы нигде такого наводнения быть не может. Может быть. Поэтому надо внимательно тем, кто бывает в тайге, путешественники, туристы и прочее население, которое работает в тайге, они должны знать эту ситуацию, хотя бы вспомнить Арсеньева и те опасности, которые он переживал вместе со своим отрядом в нашей Дальневосточной тайге. Ну и выписывали случаи, когда и в Хабаровке, или в Хабаровске уже, тонули как раз лошади, вот в Чердымовке и Плюснинке, это буквально Амурский и Уссурийский бульвар. А речки-то так себе небольшие по сравнению с другими нашими реками, которых гигантское количество в бассейне Амура. Вы знаете, давайте... Есть очень важный вопрос про то, что в прошлом году, когда было большое наводнение, и так случалось, что отметки, которые произносили, предположим, 6-13, у людей при этом свои заметки, что вот здесь был период 6-13, вода дошла, условно говоря, до крыльца. Эти отметки немножко не соответствовали. Давайте обсудим, почему они не соответствовали после небольшого перерыва. Я Надежда Выходцева, в студии у меня Алексей Махинов, главный научный сотрудник Института водных и экологических проблем Хабаровского федерального исследовательского центра ДВУРА. И мы с вами остановились на том, почему метки, которые были у людей, что с 13-го года у кого, может быть, чуть раньше, чуть позже, метки, когда есть определенный уровень реки, объявляются, не соответствуют. С чем это может быть связано? Это обычное явление для рек, имеющих многорукавные русла. Амуру на нашем участке в районе Хабаровска и ниже по течению относятся к многорукавным руслам. То есть он разбивается на отдельные протоки, которые в науке называются рукавами. И когда идет наводнение, то в зависимости от того, как оно идет, вот в поперечном сечении реки уровень изменяется до полутора метров, может быть, разница. Поэтому если идет поток быстро по основному руслу, то там значительный уровень выше, и он измеряется в Хабаровске, на гидрометеостанции. А что касается маленьких рукавов, где обычно там находятся наши дачные участки, то туда вода заходит либо с опозданием, когда уже уровень в основном русле понизился. Поэтому при одних и тех же уровнях воды в Хабаровске, вот на протоках или на островах на левом берегу, уровни могут быть разные в разные горы. Это вот как раз явление достаточно хорошо известное в гидрологии, и оно себя показывает в том числе и у нас. Ну, у нас разницы не бывает такая, скажем, полтора метра, но это, в принципе, такие могут быть при быстром подъеме воды. Вот на олене такие зафиксированы были места, времена. А вот на море это может быть там несколько десятков сантиметров. Но если паводок будет долго стоять примерно на одном уровне, то тогда эти уровни выравниваются. Но они не всегда выравниваются, поэтому люди видят, что в разные годы при одном и том же уровне воды в Хабаровске у них отметка разная. Хорошо. А я думала о том, что это связано с тем, что вот после 2013 года, когда там прям жутко всё разливалось, было красиво и симпатично и мощно, при этом был большой нанос песка, потом, после, когда вода шла, был очень большой нанос песка, белого песка, было очень похоже, что у нас открылись в Дубае. Вот. Я думала о том, что это изменилось форматором в итоге, и, возможно, необходимо сделать дноуглубительной работы, раз есть такой дисбаланс уровней. Я права или мои мысли неправильны? Несомненно. Вот о чём вы говорите, это тоже влияет на разницу уровней в разных местах. Потому что если в основном росле реки накапливается значительное количество песка, то оно мешает на этом участке реки свободно, чтобы проходил этот водный поток, и он устремляется во второстепенный рукав. И там как раз в этом случае может быть уровень выше, чем на измеренной на посту в Хабаровске. То есть они могут быть как выше, так и ниже. И вот накопление песка, оно приводит к этой ситуации. И тоже, соответственно, уровни не совпадают. Официально, с теми, которые человек наблюдает на своём участке и ведёт наблюдение несколько лет подряд. Да, но бороться с этим явлением невозможно, потому что песок накапливается в основном... Это не всегда, кстати, бывает, потому что последнее наводнение, не последнее, а 2013 года, оно показало, что песок в основном накапливается в истоках второстепенных рукавов. Она забивает эти второстепенные рукава, а основное русло всё-таки прочищается. И, ну, прочищается так, что где-то песок этот откладывается. То есть неравномерность распределения песчаных отложений по руслу реки Амур, оно меняется очень сильно. Вот негативная тенденция вот этих вот таких вот перераспределений песчаных отложений проявилась в районе Комсомольском Амуре. Там вот этот рукав, который ведёт к городу, в его истоке этого рукава... Там же остров образуется как раз напротив, по-моему, судостроительного завода. Остров там давно, он с 30-х годов, и он растёт, и он отделяет Амур от города, или наоборот... Или город от Амура, а там же специально он был сделан под судостроительный завод. Да, и там был достаточно глубокий вот этот рукав, левый, по которому... Семь метров, насколько я знаю. Там большие глубины были. Ну, специально для того, чтобы вводить морские суда. И сейчас в истоках этого рукава накопилось, вот после особенно 13-го года, накопилось большое количество песка, который препятствует, будет способствовать занесению песком вот этого вот рукава. И, соответственно, трудности судоходцев в районе Комсомольска будут усиливаться. Вот там-то как раз и будут требоваться работы по углублению этой части рукава. А на Амуре здесь, в районе Хабаровска, существующие... Мы же так долго боролись за основное русло. Я же помню эту битву и с сопредельной стороной, и наши... Мы сейчас тут закопаем Пемзинскую протоку. Ну да, но тут у нас ситуация была совсем плохая, потому что из-за вот этой излучины, которая основного русла Амура у города Хабаровска, вода практически в большом количестве, более 50% уходила в Пемзинскую протоку. И там же уже был основной ледоход. Туда у Хабаровска лед стоял, а по Амурске ледоход шел по Пемзинской протоке. И это создавало опасность, в том числе и для железнодорожного моста. Если бы туда весь Амур переместился, в это и было вызвано необходимость строительства вот этих перерывных плотин, которые и опять направили Амур к центру нашего города. Такое, получается, изменение хозяйственной деятельности, и чтобы Амур все-таки сохранил свое основное русло у Хабаровска происходило все это. Ну да, это с этой целью вот и были перекрыты, в первую очередь, с этой целью были перекрыты Пемзинская и Бешеная протоки. Это было сделано необходимо, потому что иначе у нас тут возникли бы проблемы не только с судоходством, не только опасности для моста, но и с точки зрения экологических явлений это тоже могло бы иметь отрицательное значение. Потому что тогда бы у нас здесь проходила фактически река Уссури, а она намного меньше, чем Амур. И поэтому все какие-то загрязнения, которые уже накопились на этой акватории за многие годы существования Хабаровска, плюс дополнительные сбросы, несмотря на то, что мы там все очищаем, они бы только усугубляли экологическое состояние реки в районе городской черты. Насколько я помню, дно уголубительной работы, что-то я давненько не видела снарядов на реке. По-моему, они уже не ведутся. Ну, я сейчас тоже не могу сказать, насколько активно ведется эта работа, потому что судоходство на Амуре существенно снизилось. Очень зря. Люблю на Амуру кататься. Раньше катался. Да, по Амуру это не только, ведь, вот, покататься на Амуре. Там и все-таки грузы перевозили. Да, основная задача. Мы посмотрим, вот, все знаменитые реки крупные, и Миссисипи, и Амазонка, и Янзы, они все очень широко используются для судоходства, и для перевозки грузов, и как прогулочные корабли. Или даже на Амуре у нас, выше Хабаровска, на границе с Китаем, мы видим, что там китайских судов намного больше, чем наших. Освоение России шло как раз по северу, потому что там из одной речки в другую переплывали, и дошли, как мы, в конце концов, до нас. Ой, там не только переплывали из одной речки в другую, потому что не знали, где эти речки есть. То есть там, где они есть, ими, конечно, пользовались, а в основном это тяжелый труд был, пеший труд в тайге, который никак не сравнить с освоением американского запада, где на телегах можно было проехать почти с востока на запад. Наши землепроходцы совершили такой подвиг, который в мире еще недостаточно знает, недостаточно оценен, и его примеров ему нет. Скажите, пожалуйста, насколько эффективна оказалась работа Пемзинской протоки, ну, точнее, вот эта переливная дамба? Там же еще и бешено перекрывалась. Насколько это сказывается, и, может быть, и в случае с наводнением? Может быть, рассмотрим так вопрос. Значит, эти переливные дамбы столкнулись, и эксплуатация их столкнулась с некоторыми трудностями, потому что и берега проток Пемзинской бешеные, и глубины там большие, которые возникли в результате того, что поток туда уходил, они привели к тому, что построенные из наброска вот этих вот крупных глыб, вода все равно пробивалась между ними, где-то тонкий вот этот песчаный материал, которым слагается берега и дно, вымывало, и поэтому дамбы стали проседать. А поскольку они стали проседать, то поток воды туда увеличился. Увеличился поток, пошел лед, он стал разрушать эти дамбы, и это привело к угрозе их, уменьшению их эффективности. Но кроме того, вот эти большие наводнения, которые были на море и в 2013 году, и в 2019-2020, они тоже сыграли свою роль, потому что, несмотря на то, что эти дамбы подсыпали, за ними ведется наблюдение, все равно поток воды шел, он же выше плотин шел, по пойме шел, и он промоины сделал вдоль берегов этих дамб, и вот может быть еще несколько таких наводнений, а может быть и ближайшие наводнения, может привести к тому, что может прорвать одну из, хотя бы одну из этих плотин сбоку, там, где образовались вложбины, и тогда вода, если по нему пойдет, то ее остановить будет очень невозможно. Когда было у нас в 2005 году загрязнение Амура, то протоки Казакевичева создали временную дамбу, песчаную, чтобы вода грязная не попадала в южную часть города, по Казакевичевой протоке, по Амурской протоке, и воду эту всю грязную отправляли туда, в Амур, чтобы здесь люди были спокойны, могли пользоваться нормальной водой. Так вот, когда строили ее, эту песчаную дамбу, а строили ее китайцы, так было договорено, и когда они начинали строить от китайского берега к нашему, и когда уже оставалось буквально перекрыть там метров 20-30, не успевали машины китайские подвозить песок, и водный поток, уровень поднялся, потому что было спущено еще водохранилище, чтобы разбавить вот это вот все загрязнение. И этот поток почти невозможно было остановить, потому что как ножом резало вот это песчаное отложение, и китайцы там усилили вот эту работу, и даже машина там одна заглохла, ее просто столкнули туда, и она тоже перекрыла этот водный поток, благодаря чему им удалось полностью перекрыть вот эту вот протоку. Опасность. Да, ликвидировать эту опасность. Я прям боюсь наступающего наводнения не только теперь из-за дачников, но и непосредственно из-за экологических различных опасностей, изменения геологии получается даже, да, она же повлияет, снесет мою дачу, я точно чувствую, есть опасность. Но скажите, пожалуйста, есть ли какая-то польза хотя бы для природы в этих наводнениях? Ну, у любого вопроса есть плюсы и минусы. Ну, во-первых, я хочу сказать, что ничего опасаться нам не стоит, потому что это обычные явления для амура наводнения, они просто могут быть для людей не очень хорошие, а для природы это обычные явления, которые случатся, есть человек, нет, оно случается. И поэтому вот ничего с ним особенно бороться мы не можем. Если такое количество воды идет по мору, мы его никуда не денем, и никаких нет современных способов избавиться от него. Значит, польза или вред? Ну, несомненно, и есть и польза, и несомненно, и есть вред. Польза в основном это для природы, потому что река не может быть постоянной, она то размывает одни берега, то воду из одного рукава в другой перераспределяет. Это жизнь реки, которая делает ее вот такой изменчивой, такой, какой она и должна быть в природе. Это каналы только, там ничего, никаких изменений не происходит. И поэтому там и нет в этих каналах и такого количества рыбы, других всяких биогенных организмов. Вот поэтому и амбур такой богатый, и рыбы, и другими водными животными. Это вот большая польза того, что происходит наводнение. А потом они же затапливают пойму. Это, опять же, для фитофильных рыб прекрасные возможности для размножения. А вот вред, вред больше касается человека, потому что человек, не спрашивая реку, не думая о том, где лучше все сделать, если не было 10 лет или 15 каких-то наводнений, то человек стремится ближе к воде. И он стремится там построить какие-то сооружения, лодочные станции, дома, может быть, разместить какие-то там участки для земледелия. А потом оказывается, что во время наводнения все это размыло, уничтожило, затопило. Ну что же, и на месте дачи, на месте огорода нанесло слой песка, толщиной в один метр, полтора метра песка. Но там, где песок, там такая, картошка получается хорошая, лучшая. На островах лучшая картошка. Даже для человека какая-то польза существует от этих наводнений. Поэтому хуже, когда это наводнение приводит к размыву дорог, каких-то крупных сооружений, размыву берегов, может, даже гибели людей. Это вот в этом большой вред. Но это касается не только Амура. Да, Амуре вот большие, три больших наводнения, и все-таки не было таких вот жертв, которые характерны для наводнений многих других районов. Я не говорю об Амазонке, там она всегда во время наводнений находится. А вот, скажем, на китайских реках, да даже и на Амурских притоках в Китае были жертвы достаточно большие. На той же Миссисипи, несмотря что в Америке очень внимательно относятся к жизни людей, там тоже были большие жертвы. Я уже не говорю о том, что на тех реках, каких-нибудь там, не знаю, Девконга или других азиатских реках, на Ганге, там это наводнение всегда приводит к большим и жертвам, и к большому ущербу для экономики. В общем, я понимаю, что мы сейчас с вами не можем сказать, будет наводнение август-сентябрь 2021 на Амуре, но как минимум оно уже в предварительном прогнозе на метр меньше, чем ожидает. Могло бы быть по меркам 2013 года. Будем наблюдать за этой ситуацией. Жду вас в гостях с великим нетерпением, особенно этим летом и этой весной. Следующей, наверное, не надо. Давайте передохнем. Вот об Амуре мы сегодня говорили о том, что нас ожидает вместе с Алексеем Махиным, главным научным сотрудником Института водных и экологических проблем Хабаровского федерального исследовательского центра ДВО РАН. Это был проект «Смотри Хабаровск». Подписывайтесь на наш инстаграм khv.tv, если что-то пропустили. Все материалы и этот эфир можно посмотреть на YouTube-канале телеканала «Хабаровск». Я, Надежда Выходцева, прощаюсь с вами и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова